всем привет все чаще в наших садах можно встретить хвойные клумбы они потихонечку вытесняют простые цветочные клумбы но это конечно не про розы розы и хвойные растения очень хорошо соседствуют дополняют друг друга как зимой так и летом у многих садоводов начинающих и не только встает вопрос стоит ли обрабатывать наши хвойные растения весной от грибных и бактериальных болезней так как это теперь очень частое явление я в этом видео расскажу и покажу что и чем я обрабатываю в первую очередь какие растения следует обрабатывать а какие нет я все свои хвойные растения как многие уже знают выращивалась очень маленьких саженцев и конечно в первых пару лет когда растения имеют размеры высотой от 20 до 50 сантиметров они еще маленькие набирают силу и в принципе исходя из своего опыта я наблюдала что никто ничем не болел и соответственно зачем обрабатывать и не надо но дальше как мой сад становился старше растения росли и взрослели и набирали какие-то объемы внушительные высоту у меня был можжевельник казацкий обычный можжевельник который имел уже размеры в диаметре более двух метров и вот моя ошибка говорю об этом уже наверное не первый раз усохла одна веточка я подошла вырезала ее усохла вторая веточка я ее также вырезала и было мое упущение я ничем на тот момент не обрабатывала хотя уже видимо жил какой-то грибок и орудовал в этом можжевельнике потом дальше он просто весь покрылся желтыми иголками на кончиках веточек и усох моментально я его потеряла я конечно спохватилась начала обрабатывать и смотреть может быть кто-то завелся в земле проливала и землю и обрабатывала всю крону но это не помогло и дальше эти какие-то вирусы начали постепенно поражать а мой сад чем он становится старше тем больше всего этого появляется если ваши растения хоть раз как-то проявили и показали заболевания то их уже нужно обрабатывать каждую весну например вот этот можжевельник а холгер чешуйчатый с голубой хвои очень красивый должен достигать внушительных размеров у меня в прошлом году заболел рядом туя на ней в прошлом году появилась для вы видели когда-нибудь стлю на хвойных растениях я вот нет первый раз хотя растений хвойных у меня очень много и достаточно взрослые но вот такое обнаружила впервые что это значит это значит что растение уже ослабленная и может подвергаться другим бактериальным заболеваниям поэтому их буду обрабатывать вот этот можжевельник в прошлом году заболел я его несколько раз обработала и все равно смотрите много вот такой желтой хвои то есть мне кажется что здесь есть до сих пор какой-то грибок никаких дополнительных тканей я не вижу на стволах то есть это просто грибу который поражает хвою его обрабатывать обязательно вот и здесь видно он болеет страдает поэтому если вашим саду растут можжевельники их обязательно обрабатывать так как они еще являются переносчиком ржавчины если у вас есть плодовый сад в котором растут такие культуры как груша вот они очень подвержены если вы хотите собрать какой-то урожай и иметь плоды то грушу нужно обрабатывать вместе с этими можжевельниками дабы не распространять эти заболевания это можжевельник фицериана gold star который в прошлом году сильно поразился грибковыми заболеваниями и даже на стволах были грибы оранжевого цвета прямо на рост и такие огромные но после обработки конечно они буквально через пару суток исчезли но сейчас можжевельник выглядит здоровым я его осмотрела вроде бы ничего такого больного не встретила но все равно буду его обрабатывать он увеличился в размерах а такой стал пушистенький красивый скоро выпустит новые приросты ярко-желтого цвета ну красавчик и потерять такую красоту очень жалко поэтому лучше для профилактики его обработать сейчас я его также со всеми остальными хвойными растениями которые как-то до проявили заболевание буду обрабатывать обрабатывать буду свои растения вот таким препаратом обига пик это универсальное средство от грибных и бактериальных болезней я в прошлом году использовала обига пик специально для хвойных растений но сейчас продажи не было поэтому взяла универсальное на самом деле сейчас в садовых центрах такое количество предложений а для обработки растений на которых прямо и написано для хвойных или для роз от того то и того то но здесь указано что для яблони груши и айвы парша малине оса защищает декоративные цветочные культуры от ржавчины и пятнистости растворять я буду вот эту баночку 50 грамм в 10 литрах воды показывать как я все это делаю не буду необходимо просто использовать стеклянную или пластмассовую посуду и конечно хорошо смочить пролить все наши хвойные и я всегда рекомендую обрабатывать также приствольный круг а будто это розы или другие растения например хвойные подведу итог всему что сказала ранее если растение у вас молодые им всего лишь пару лет то обрабатывать не надо но возможно мы купили изначально больное растение но она себя проявит только через год после посадки все взрослые растения которые раз или два вы увидели что где-то пожелтела хвоя то их обрабатывать надо каждую весну в том числе и туи можжевельники ели что касается можжевельников то их надо обрабатывать чтобы сократить распространение такой болезни как ржавчина вот и все обрабатывать специальным средством сейчас большое предложение в магазинах не ошибетесь там все подробно написано какой расход насколько и когда лучше это делать конечно в безветренную погоду в пасмурную не солнечную и ваши хвойные растения будут вас радоваться всем хорошего дня и настроение